Возрастные ограничения льготных авиабилетов Комиссия Госсовета по транспорту совместно с правительством Российской Федерации должны предоставить предложение по расширению программ региональных воздушных перевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении до 15 марта текущего года Для исключения действующих возрастных ограничений в государственном бюджете на 2021 год выделили дополнительно 5 миллиардов рублей Рост цен на бензин взволновал жителей Магадана На территории Колымы нет производства нефтепродуктов, поэтому потребность в топливе удовлетворяется исключительно за счет завоза Основной поставщик топлива в Магаданскую область – компания ООО «Колыма нефтепродукт» По словам специалистов, еще в 2008 году правительство Магаданской области утвердило предельную торговую надбавку на нефтепродукты Для оптового звена она составляет 16%, для розничного – 15% На прошлой неделе в Магаданское управление Федеральной антимонопольной службы России поступила информация об изменении розничных цен на заправках ООО «Тасмар» ООО «Магаданнефта» Ведомство запросило информацию о причинах повышения Исходя из представленной информации у оптового поставщика, на сегодняшний день применяется торговая надбавка в размере 9,7%, то есть при допустимой 16%, и со 2 декабря цена не изменялась Что касается повышения розничной цены, как пояснили сами предприятия, следует из представленных документов, то повышение было связано с выходом работы данных предприятий на рентабельный уровень То есть до повышения применяемая торговая надбавка составляла менее 1%, ну если быть точнее 0,8%, соответственно сейчас торговая надбавка составила 3,5-3,6% в зависимости от удельного веса нефтепродуктов Специалисты отметили, что такая торговая надбавка приемлема, она укладывается в рамки, которые установлены действующим нормативно-правовым актом, приказом департамента цен и тарифов Поэтому меры антимонопольного реагирования к предприятиям применяться не будут За новогодние праздники магаданцы неоднократно жаловались в соцсетях на то, что мусор вывозят плохо Контейнерные площадки, по словам жителей областного центра, были завалены отходами, в том числе и крупногабаритными Как рассказали жильцы домов по улице Гагарина, баки были переполнены, и кто-то даже решил поджечь застоявшийся мусор Не знаю, региональные операторы это, или кто-то из жильцов, но я их обожаю, потому что именно так у нас вывозят мусор Тем не менее, по словам сотрудников регионального оператора, мусор вывозили регулярно Конечно, отмечают эксперты, отходов из-за праздников стало больше, однако специалисты предприятия работали ежедневно Теперь же, отмечают работники регоператора, ситуация нормализовалась В достаточном количестве задействована специализированная техника, до 5-6 самосвалов и 4 погрузчиков Одна из проблем уборки мусора – крупногабаритные отходы Магаданцы часто оставляют их на контейнерных площадках, вместо того, чтобы убрать в отведенное место Крупногабаритный мусор необходимо выносить на специально отведенные места для накопления То есть, либо это будет бункер 8-кубовый, находящийся рядом с контейнерной площадкой Либо это специально отведенное место на контейнерной площадке, то есть отдельный, так скажем, отсек, куда можно выносить этот мусор Данная информация находится на нашем сайте регионального оператора О всех местах накопления крупногабаритного мусора На 7-й день, насколько мне известно, мэрия города Магадана вместе с департаментом ЖКХ Проводят работу по расширению всех контейнерных площадок под крупногабаритный мусор Также завалы происходят из-за того, что контейнерная площадка рассчитана на одно количество жильцов А в доме намного больше людей Однако, по словам сотрудников регионального оператора, сейчас мусорный вопрос решен Предприятие работает в обычном режиме Контейнерные площадки очищают, баки опустошают Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Магадане продолжает снижаться За последние сутки на Колыме выявили лишь 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 Это на два человека меньше, чем вчера По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией За весь период отметили 7696 заболевших С выздоровлением выписали 7124 человека Сотрудники Роспотребнадзора напоминают Мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком Необходимо соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией Магадан принимает боевую технику Танк времен Великой Отечественной войны и самоходную противотанковую пушку разгрузили в морском торговом порту областного центра Боевые машины транспортировали в поселок Палатка Хасынского городского округа Которые войдут в состав создаваемого крупнейшего тематического парка на Дальнем Востоке Ранее в 2015 году завозили танк Т-55 Дальний родственник легенды Т-34 Который стал памятником на постаменте в поселке Палатка Монумент представляет собой две вертикальные стелы, между которых укреплен знак Ордена Великой Отечественной войны Боевую технику планируют постепенно довести в десятикратном размере Создание патриотического парка в Магаданской области увековечит память о героях и жертвах кровопролитных военных лет Как выжить в колымских экстремальных условиях Лекцию и практическое занятие на эту тему провели для студентов политехнического техникума Диана Дегинцева учится на третьем курсе на геолога Девушка рассказывает, что хочет связать свою жизнь с этой профессией Потому что в Магадане это востребовано и выгодно Студентка отмечает, ей нужно знать, что делать, если она окажется в такой непростой ситуации Нас учат выживание в наших суровых условиях в Магаданской области Если мы когда-нибудь окажемся в непогоду, в какую-нибудь метель, где не будет близко цивилизации Мы сможем выпилить блоки из снега и построить иглу Любые знания это хорошо, и надеюсь я в таких условиях не окажусь, но если что, я буду готова Как построить иглу? Жилище из снега, чтобы укрыться в нем от ветров и мороза По словам специалистов, идеальный материал для этого – глубокий и плотный снег Нужно выпиливать прямоугольные блоки именно из него Как изготовить жилище? Ну, это иглу называется, из снега Или, ну, если лед, то есть на реке, можно, конечно, изо льда Но изо льда тяжело добывать, потому что лед, как правило, он очень находится на границе с водой Его очень непросто вытаскивать Нечто похожее на иглу Мы даже уложили там настил, для того, чтобы можно было нам там потеплее находиться на снегу Ну, вообще его надо выкладывать намного больше Состыковывая соседние блоки нижнего ряда, нужно провести между ними ручной пилой Так их можно выровнять, чтобы снежные кирпичи лучше прилегали друг к другу Студенты-геологи справились с поставленной задачей Они не только построили иглу, но и утеплили его изнутри Новое учреждение возведут в Колымской столице в микрорайоне «Строитель» рядом с общеобразовательной школой номер 29 Эту идею планируют реализовать на средства национального проекта «Культура» Согласно расчетам, общая стоимость строительства – около 400 миллионов рублей Здание Центра культурного развития будет двухэтажным Площадь его составит 1,6 тысяч квадратных метров В новом учреждении оборудуют многоцелевые зрительные залы, универсальное выставочное пространство, помещение для занятий художественным и декоративно-прикладным творчеством, вокальным искусством, просторные танцевальные классы, раздевалки, душевые Также будут созданы условия для комфортного пребывания и передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу развивать сферу культуры в регионах, повышать качество и разнообразие жизни в малых городах и поселках Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова